Бои в Белгородской области России. О них заявляет губернатор региона Вячеслав Гладков. Ответственность за атаку взял на себя Легион Свобода России. Там заявили об уничтожении опорного пункта российской армии вчера днем. Владимир Путин в тот же самый момент в Москве был на съезде Единой России. О боях на территории России не сказал ничего, зато заявил, что Россия не меняет суверенитет на колбасу. Кто из известных людей публично расписался в поддержке Путина, ордер на арест которого выдал Международный уголовный суд, и получится ли у России вести войну против Украины до 2026 года, как это прогнозирует немецкий таблоид Bild, поговорим об этом в прямом эфире. Это программа «Утро» на канале «Настоящее время». Сегодня понедельник, 18 декабря, и с главными новостями. К этому утру вас познакомлю я, меня зовут Алексей Александров. Здравствуйте. Напоминаю вам, что если вы смотрите нас в Фейсбуке или на Ютуб-канале «Настоящее время», обязательно подпишитесь и поставьте лайк этой трансляции, чтобы ее увидели как можно больше людей. Ну а с оперативными новостями этого утра вас сегодня познакомит Анна Боровко. Ань, здравствуй, тебе слово. Люша, привет. Начну с новостей про стрелковые бои в селе Белгородской области. По сообщению губернатора Вячеслава Гладкова, в воскресенье в селе Теребрино, это недалеко от границы с Украиной, завязался бой. Как пишет телеграм-канал «База» между российскими военнослужащими и диверсионной группой. По данной базе стрельбу в селе слышали в воскресенье около 11 утра. Порядка 200 жителей Теребрино никто не эвакуировал, люди прятались по укрытиям. При этом Гладков писал, что все профильные ведомства держат ситуацию на контроле. Позже Гладков сообщил, что из-за атаки повреждены три дома и линии электро и газоснабжения. Пострадавших среди мирных жителей нет. В Минобороны России бои в Белгородской области никак не комментировали. А в Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что регион атаковали, цитата, «противники кремлевского режима» и добавили, что был уничтожен взводный опорный пункт российских войск, а нападение вызвало панику среди личного состава местного гарнизона. К вечеру в воскресенье в телеграм-канале Легиона Свобода России появилась информация о том, что это его штурмовые группы выполнили все поставленные задачи в Белгородской области и успешно вернулись на территорию Украины. И обещали позже опубликовать фото и видео. Легион Свобода России – это военизированное подразделение, состоящее из российских добровольцев. 17 декабря штурмовые отряды Легиона Свобода России зашли в Белгородскую область Российской Федерации, уничтожили взводный опорный пункт путинских войск неподалеку от уже знакомого нам Теребрина, выполнили поставленные задачи и уже вернулись. А в ночь субботы на воскресенье беспилотники атаковали военный аэродром в Морозовске, это Ростовская область. Как пишет российский телеграм-канал «Астра», там базируется 559-й гвардейский бомбардировочный полк армии России и дислоцированные фронтовые Су-24 и Су-34. В Минобороны России сообщали, что ПВО уничтожило и перехватило 33 беспилотника на территории Ростовской, Волгоградской и впервые с начала полномасштабной войны Липецкой областей. В сети появились фото о последствиях атаки. На кадрах видно надписи, в том числе на украинском языке, на корпусах дронов. В частности, поздравление с днем рождения и привет от певицы Ани Лорак. Украинское издание New Voice, а ссылка на собственные источники, сообщает, что атака на военный аэродром – совместная операция СБУ и ВСУ. И что на аэродроме в момент удара находилось до 20 самолетов Су-34 и 3 радиолокационных станции. Техника существенно поражена. В Минобороны России произошедшее не комментировали. Ну и еще одна новость из России. В Минобороны заявили, что за сутки сбили два украинских самолета-истребителя МиГ-29 и один штурмовик Су-25. Но позже появилась информация, что штурмовик Су-25 был российским. И, вероятно, россияне сбили собственный самолет. В воскресенье вечером российские СЗТ-телеграм-каналы опубликовали пост про сбитый с помощью установки БУК якобы украинский борд, а позже появились посты с соболезнованиями. А командующий украинскими военно-воздушными силами Николай Олещук написал, что не украинское ПВО сбило российский штурмовик Су-25. Это были четкие и слаженные действия российских зенитчиков. Российские телеграм-каналы в ответ заявляют, что информация об украинском Су-25 и российском Су-25 – это сообщение о разных событиях и что российский штурмовик якобы потерял пространственную ориентировку из-за плохой погоды. Подтверждения информации о сбитых МИГах нет. Леша, у меня пока все. Больше информации через полчаса. Пока жду с нетерпением твоих новостей. О чем дальше расскажешь? Ань, спасибо. Я расскажу о выдвижении Путина. С тобой мы еще увидимся. Это была Анна Боровко. Россия не может, как некоторые страны, в обмен на колбасу отдать свой суверенитет и стать чьим-то сателлитом. Мы должны помнить и никогда не забывать и детям нашим наказать. Россия или будет суверенной, самодостаточной, суверенной державой, или ее вообще не будет. Это очень важная вещь. Вот так вот почти в то же самое время, когда в Белгородской области в очередной раз за эту войну начались бои, Путин рассказывал о суверенитете России и колбасе. В воскресенье в Москве прошел съезд Единой России, на котором о выдвижении Путина на следующие президентские выборы было объявлено уже официально. Несмотря на то, что выдвижение Путина на выборы этот съезд Единой России поддержал, на выбор он пойдет как самовыдвиженец, а не как представитель партии. В субботу в парке Заряди в Москве собиралась инициативная группа, которая поддержала самовыдвижение Путина. Список команды Путина опубликовали провластные российские медиа. И в частности Путина в президенты выдвинул, например, российский летчик Константин Ярошенко, которого США признали виновным в контрабанде наркотиков и осудили на 20 лет. А в 2022 году его обменяли на американца Тревор Рида, которого в России осудили по обвинению в применении насилия к полицейским. Согласно закону, в России кандидат для выдвижения на выборы должен собрать группу избирателей из 500 человек. В группе Путина, как пишет агентство ТАСС, зарегистрировались более 700. Среди них много сторонников войны России против Украины, в том числе военкоры различных российских СМИ Николай Долгачев, Александр Коц, Ирина Куксенкова, Дмитрий Кулько, ну и сразу несколько боевиков так называемой ДНР, в том числе писатель Захар Прилепин, Диан Берич и Артем Жога. Вот именно Жога 8 декабря задал Путину вопрос о том, будет ли он выдвигаться на выборы. Отдельно отмечу присутствие в команде Путина, ордер на арест которого выдал Международный уголовный суд, известных российских спортсменов. Это в том числе олимпийские чемпионы по фигурному катанию Евгений Плющенко и Татьяна Навка, кстати, жена пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, ну и также в списке олимпийские чемпионы по лыжам Елена Вяльбе и Александр Легков, по синхронному плаванию Мария Киселева и спортивной гимнастики Никита Нагорный. Ну а сам Путин вчера уже отвечал на новые вопросы, и в частности комментировал заявление президента США Джо Байдена о том, что победив войне против Украины, Россия нападет на страну НАТО. И прокомментировать эти слова Байдена Путина попросил сотрудник канала «Россия-1» Павел Зарубин. Это чушь полная. У России нет никаких резонов, никакого интереса, ни геополитического интереса, ни экономического, ни политического, ни военного воевать со странами НАТО. У нас нет с ними никаких сериальных претензий к друг другу, нет желания испортить с ними отношения. Мы заинтересованы в развитии отношений. Вот взяли, затащили в НАТО Финляндию. У нас что, были с Финляндией какие-то споры? Все споры, в том числе и территориального характера, в середине XX века, все давно решены. Проблемы не было, теперь будут, потому что мы там будем теперь создавать Ленинградский военный округ и концентрировать там определённо насчёт воинских подразделений. Зачем им это надо? Чушь какая-то просто. Так же и с другими странами, в том числе и со странами НАТО. С кем у нас какие-то проблемы? Да ни с кем. Ну вот, во-первых, вы, наверное, заметили, что Путин противоречит себе самому буквально в соседних предложениях, потому что дважды повторяют, что у России со странами НАТО проблем не было и нет, но вот после того, как в НАТО вошла Финляндия, проблемы с Финляндией будут. Ну а во-вторых, наверняка вы помните, как Путин также опровергал планы нападения России на Украину, когда об этом зимой 22-го года также предупреждал Байден, ну а ещё раньше, в свои два президентских срока, первых президентских срока, Путин точно так же говорил, что с Украиной у России нет никаких территориальных споров, а потом Путин пошёл на аннексию Крыма и военное вторжение в другие регионы Украины. И войну против Украины Путин собирается продолжать ещё как минимум два года. Об этом, ссылаясь на свои источники в разведке, пишет военный обозреватель немецкого таблоида Бильд Юлиан Рёбки. По его данным, Россия до 2026 года планирует захватить два крупных украинских города – Днепр и Харьков. Российские власти, как пишет Рёбки, рассчитывают на снижение поддержки Украины Западом и на имитацию мирных переговоров, чтобы ввести мировое сообщество в заблуждение относительно мирных намерений России. На самом деле, в Кремле не планируют никакого перемирия и разрабатывают новый среднесрочный план войны в Украине. По словам источника Бильд, до конца следующего, 2024 года, Россия планирует полностью захватить территории Донецкой и Луганской областей Украины и дойти до реки Оскол в области Харьковской. А до конца 2026 года армия России, как пишет Бильд, будет наступать далее на запад до Днепра, захватив значительную часть Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей, в том числе Харьков, Днепр и Запорожье. На Херсонском направлении российские военные якобы наступать не планируют, удерживая оборону по реке Днепр. В свою очередь Украина меняет свою стратегию на поле боя. Рёбки, ссылаясь на неназванных украинских офицеров, пишет, что теперь вместо отвоевания захваченных Россией территорий и защиты нынешних позиций, приоритетом для ВСУ становится буквально убийство как можно большего числа российских военных. По словам офицера, которого цитируют Рёбки, чтобы иметь преимущество на поле боя, украинская армия будет стремиться к соотношению потерь 1 к 10, то есть на одного погибшего украинского военного по этим расчётам должно приходиться 10 погибших российских военных. О смене стратегии украинской армии на условиях анонимности также рассказал западный военный советник, который в последние годы консультировал Украину. Происходящее на фронте он называет контролируемым отступлением с боем и приводит в пример тактику установки минных полей, когда одна воюющая страна за участком минирует территорию, отступает на другие позиции и наблюдает, как на минном поле погибает как можно больше солдат противника и подрывается техника. За этой стратегией, по мнению военного советника, стоит надежда на достижение некой точки кульминации, после которой российское наступление рухнет. Удержание или же возвращение территории снова станет приоритетом для ВСУ, только когда российские силы либо потеряют достаточно людей и техники, либо когда ВСУ получит оружие, меняющее правила игры. Таким оружием собеседник Бильд называет крылатые ракеты «Атакамс» или «Таурус», а также западный истребитель. Тут важно напомнить, что газета Бильд — это немецкий таблоид, но обычно к таким изданиям журналисты относятся с недоверием, но вот именно Бильд был в числе первых мировых изданий, кто в конце 2021 года опубликовал буквальный план российских военных по нападению на Украину. Вот такую карту Бильд опубликовал 4 декабря 2021 года. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем телеграм-канале тогда назвала публикацию Бильд пропагандой, лишенной здравого смысла, но, как мир узнал менее чем через три месяца, именно в соответствии с этой схемой российские военные и начали вторжение в Украину в конце февраля прошлого года. Новую публикацию немецкого издания о планах России по захвату Украины в Москве пока не комментировали. Сейчас об этом поговорим. К нам присоединяется Юрий Федоров, военно-политический эксперт, кандидат исторических наук. Юрий, здравствуйте. Доброе утро. Вот насколько то, что пишет Бильд о планах России, кажется вам возможным? Я имею в виду, действительно ли Путин, как вам кажется, собирается воевать до 2026 года? Вы знаете, у меня несколько иное представление о том, что собирается делать Путин, просто потому что у России истощаются запасы вооружений. Что касается личного состава, здесь особых проблем, судя по всему. Российские политические лидеры и военное командование не видят. Можно мобилизовывать достаточно большое количество людей, бросать его в бой, в эту самую военную мясорубку. Здесь проблем для российского командования нет. А вот если посмотреть на цифры, характеризующие возможности российской промышленности поставлять новые танки, БМП и так далее, и количество тех самых танков и БМП, которые уничтожаются или повреждаются на фронте, то мы видим, что темпы выбывания, вымывания вооружений в российской армии больше, выше, чем темпы воспроизводства этих вооружений. Соответственно, чем дольше длится конфликт, чем дольше длится война, скажем, до 26-го года или до 25-го, тем меньше, в общем, военной техники и вооружения остается в армии. Соответственно, у России, как я понимаю, вот это моя точка зрения, Россия заинтересована скорее в том, чтобы в начале будущего года или, по крайней мере, в первой половине, может быть, летом добиться того, что они могут трактовать как достижение военного превосходства, как нанесение такого ущерба Украине, который заставит Украину и ее западных союзников принять российские условия урегулирования и, ну, по сути дела, капитулировать. Вот такова, на мой взгляд, логика мышления российского руководства, и не случайно, выступая на пресс-конференции своей знаменитой, какой-то удивительно унылой, и вот на последних, последние выступления Путин дает понять, что он не готов сейчас к каким-то политическим урегулированиям, что он делает ставку на победу. Но, видите, вот такие объективные тенденции воспроизводства вооружений и выбывания вооружений, как раз подталкивают, на мой взгляд, подталкивают Россию к тому, чтобы попытаться решить проблему, попытаться добиться победы как можно быстрее. Вот, и не случайно, вот сейчас мы видим вот такое интенсивное, очень интенсивное наступление, попытки наступления, точнее, наступательные действия, которые пока не привели к каким-то серьезным сдвигам на фронте. Ну, и Путин ведь, опять же, назвал эту цифру в 617 тысяч человек. Это цифра, да, он сказал, что столько находится сейчас, с какой-то жизнью спецпорта. Да, значит, смысл в том, чтобы создавать такую достаточно мощную группировку, очень мощную по масштабам этой войны, только в том случае, если вы хотите, если он хочет добиться победы, то, ну, навязать свои условия достаточно быстро. Поэтому, мне кажется, что вот тот план, о котором, который опубликовал, или на котором пишет, точнее, ведь план не опубликован, это опубликованы некоторые, значит, размышления относительно этого плана, о плане говорить пока трудно, потому что план, собственно говоря, в военном смысле плана, это не только карты и не только вот такие этапы, это еще то, что называется расчет сил и средств, то есть к этому должны прилагаться какие-то материалы, которые характеризуют, а чем, собственно, русские будут пытаться достичь этих целей. Ну, Билд это формулирует так, что, собственно, есть некая имитация мирных переговоров, после которой Россия, собственно, накопив силы, может двигаться дальше. Так вот, видите, имитация переговоров, если бы Путин действительно хотел такие переговоры, он должен был бы, ну, как бы, пускать пыль в глаза и говорить о том, что да, мы готовы к каким-то компромиссам, но вот только, значит, вот это Киев не готов к компромиссам и так далее. А тут ведь Путин выступил фактически с очередным ультиматумом на пресс-конференции. Деноцификация, демилитаризация, нейтральный статус – это то, что требовало в начале войны. Потом эти формулы как-то не исчезли из российской риторики, но и в последние, вот последние месяцы, скорее, представители Кремля говорили о том, что, ну да, вот мы, значит, хотим добиться безопасности для русского населения, там, вот этих восточных и южных областей Украины, но это же разные вещи. Одно дело, даже если вот попытаться вникнуть в логику российской риторики, одно дело – это безопасность для населения, ну, скажем, то есть, по сути дела, признание оккупации России, значит, России вот этих территорий, другое дело – это демилитаризация. Демилитаризация предполагает очень серьезные ограничения на вооруженные силы Украины. Юрий, простите, у нас буквально минута остается, я вас хотел еще об одном спросить. Вот Путин еще говорит об угрозе стороны Финляндии, говорит, что, собственно, на западе России тоже будут усиливаться силы российской армии. Это влияет на ситуацию на фронте в Украине? Это должно влиять. Но, видите, есть закон сообщающихся сосудов. Если Путин хочет создавать ленинградский военный укроп, ну, собственно, решение принято, если он хочет развертывать там крупные силы, то тогда возникает вопрос, а откуда этих людей и главное вооружение, и офицерский корпус можно взять для нового корпуса, для новых дивизий, которые предполагаются сформировать, развернуть на западном направлении. Ведь ресурсы вооружения, ресурсы офицерского корпуса в России не безграничны. Рядовых, да, много, а вот офицеров немного. Значит, ну, ответ простой. Если будет разворачивать крупную группировку на границе с Финляндией, значит, определенные силы будут дотянуты с фронта в Украине. Юрий, спасибо вам огромное. Юрий Федоров, российский военно-политический эксперт, кандидат исторических наук в эфире Настоящего Времени. В Зонецкой области Украины возле прифронтового часового яра установили новогоднюю елку. Буквально в нескольких километрах от фронта. И, в общем, на этой елке быстро появились военные флаги, мягкие игрушки. И теперь именно вот эту елку называют главной елкой Украины. Эту елку увидел наш корреспондент Борис Сачалко. В рождественской разноцветной шапке. К людям, тоже поднимая настрии, бачут, что тут такая кепочка, улыбаются. И с рождественским настроением Евгений мчит дорогой, которая соединяет час авьяр с внешним миром. С недавних пор вот это место на полпути к городу стало обязательной остановкой для всех проезжающих. Вчера там уже дивлюсь игрушки лежать. Серьезно? Да, и подразделы начали свои прапоры и шатин. И дрону елку надо снять, и корреспондентам елку надо снять. Елку Евгений поставил чуть больше недели назад. Дерево нашел сам, достал старые игрушки и даже гирлянду. Место выбрал символичное между часовым яром и фронтом. Теперь местные эту елку называют главной елкой страны. Елкой для военных. Только они здесь ездят. У жителей соседнего часа авьяра есть другой праздничный атрибут. В самом часовом яре от новогоднего настроения, разве что вот эта вывеска, здесь написано с Рождеством Христовым и Новым Годом. Она стоит на центральной полностью разбитой площади. Эту вывеску поставили еще в прошлом году. И что символично, что это едва ли не единственный уцелевший в округе объект. Вот такое оно новогоднее и рождественское прифронтовое чудо. С самого утра час авьяр люто обстреливают. Поэтому вся жизнь кипит по подвалам и пунктам несокрушимости. Там есть свет, тепло и связь. А у Виктора мастерская. У меня приемник в ремонте сейчас. А здесь это единственный сущный китфор. Примерно в день хотя бы пару фонариков и один приемник бывает. А вы с другом делаете, да? Обязательно. Мы вдвоем работаем. Да, да. А можно вас тоже, чтобы показать миру? Польза для людей. Приятно, когда сделаешься. Человек благодарит тебя. Несмотря на взрывы за стенами, здесь царят тепло и улыбки. Оставшиеся жители города обедают, еду привозят волонтеры, звонят родственникам и подбадривают друг друга. Ну что, гуманитарку нам дают. Горячие обеды возят. Вода есть. Пожалуйста, топить у меня есть чем. Газ есть он, если надо подогреть там срочно. Газ есть. Ну что мне еще? Пенсия вся целая. Куда я их буду купить? Люксовые условия, да? Пошты. В часовом мюре осталось 900 жителей, говорит мэр. И хоть слова праздник и часовьяр сейчас не очень совместимы, местная власть пытается создать минимальный рождественский уют. Свято поблизу. Як-то кажут, хотя бы какой-то настрой должен быть у людей. Поэтому хотя бы невеличкое привитание. По людях, бачите, в них есть там какой-то новоречный, різдвяный настрой или не до того? Вы знаете, у нас, мабуть, не совсем до этого, но все равно Новый год, это должно ощущаться. Поэтому с недавних пор в пункте несокрушимости тоже есть маленькая желто-синяя елка. Это единственное место в городе, где будет стоять рождественское дерево. Вы знаете, я елки ставлю, только беру, ну веточки ставлю, елки жалко рубить. Понимаете? Слушай, ну тут даже все порублено, мне кажется, в вашем городе. И тем не менее, знаете, веточку поставлю, чтобы, знаете, как для запаха, типа как, ну, новогоднее настроение, как вроде как. Елку я люблю, когда она гоньками горит, а так, что ее ставить, ничего. Ничего. Как-то. Ничего, выживаем. Что пожелаете Деду Морозу? Ой, чтобы войну прекратил, все, больше ничего, стрелять прекратили. И все счастливые пошли по домам. Ждем перемоги. Ждете перемоги? Ждем терпения набраться и ждем. Мир. Мир. Мир и остаться живыми. Вы верите в чудо новогоднее? Вы знаете, я оптимист. Я верю всегда в лучшее. И оно наступит. Я так думаю. Яке ваше побажание под новоречную ялинку, на куранты? Что будете загадывать? Перемога и мир. Мир, 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 мир. Реально, как вы думаете? Чи это из области фантастики, фантазии? Не, ну это наше побажание. Почему? Мы много дивов видели в своем жизни. Борис Ичалка, Сергей Декун и Андрей Устинкин. Настоящее время. Украина. Это программа «Утро» на канале «Настоящее время». 9.26 в Киеве, 10.26 в Москве. Вот сейчас я вижу, что две наши трансляции в Ютубе смотрят более 9 тысяч человек. И прошу вас поставить лайк под нашей трансляцией. Это нам зрителей добавят. Сейчас ко мне еще раз присоединяется Анна Бравко. А я знаю, что у тебя есть еще больше новостей. Рассказывай. Калюш, привет. Ты рассказывал сегодня о выдвижении Путина. У меня есть новости о другом кандидате на пост президента России. Инициативная группа поддержала выдвижение журналистки Екатерины Дунцовой кандидатом на выборы президента Российской Федерации. За собранием наблюдала полиция. Инициативная группа собралась в Конгресс-центре технополиса Москва. По соображениям безопасности место проведения форума заранее не афишировалось, пишет Медуза. В собрании приняли участие более 700 человек, при необходимом минимуме в полтысячи. Российское издание 7 на 7 сообщало, что на собрание пришли двое полицейских, а модератор попросил прессу не задавать политические вопросы. Кроме того, как пишет Медуза, на собрании присутствовал также представитель Центра избиркома. Далее эту инициативную группу следует зарегистрировать в ЦИК, если этот этап будет пройден. До 25 января Дунцовой необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей за свое выдвижение от жителей российских регионов и пройти проверку их подлинности. Ранее в эфире нашей программы Дунцова заявляла, что не согласовывала свое выдвижение на президентские выборы с Кремлем. Я не входила в контакт ни с какими представителями Кремля, это точно, и согласований тоже не было. Мне кажется, это как оправдание звучит, потому что это логично. Все люди, которые меня поддерживают, они не связаны с Кремлем, и я этому безмерно рада. А в кабинете главнокомандующего вооруженными силами Украины Валерия Залужного нашли прослушивающее устройство. Как пишет издание «Украинская правда» со ссылкой на источники в военных кругах, это должен был быть новый кабинет Залужного, который проверяли перед переездом. Устройство для прослушивания также нашли в кабинетах некоторых сотрудников главнокомандующего ВСУ. В Службе безопасности Украины по этому факту уже открыли уголовное производство, но добавили, что техустройство было в нерабочем состоянии, и никаких накопителей информации или средств удаленной передачи аудиозаписи они не нашли. В кортеж президента США Джо Байдена врезался автомобиль. Как передает агентство Reuters, это произошло в городе Уилмингтон, штата Делавер, в воскресенье вечером по местному времени, когда семья Байдена покидала предвыборный штаб. КОНЕЦ По словам свидетелей, серебристый седан на местных номерах въехал в припаркованный внедорожник, который охранял кортеж президента. Байден это время шел к своему бронированному авто. После инцидента седан попытался продолжить движение на перекрестке, но его быстро окружили сотрудники службы безопасности. Байдена посадили в автомобиль, где уже сидела его жена, и быстро отвезли их к дому в Уилмингтоне. Сообщается, что супруги не пострадали, и что инцидент не повлиял на график американского президента. О причинах ДТП пока информации нет. Израиль и экстремистское движение «Хамас», признанные в США и ряде стран Европы террористическим, готовы к новому прекращению огня и освобождению заложников. Об этом пишет агентство Reuters, ссылаясь на два источника в египетских службах безопасности. Однако между Израилем и Хамас остаются разногласия по поводу того, как это будет реализовано. Египет и Катар, которые ранее вели переговоры о прекращении огня и освобождении заложников, настаивали на ускорении оказания помощи жителям сектора Газа и открытии контрольно-пропускного пункта Керемшалом до начала каких-либо переговоров. Ранее также стало известно, что Цахал по ошибке убил троих заложников в секторе Газа. Израильские военные во время боя в Шфуджае на севере сектора Газа ошибочно определили заложников, как угрозу, сказано в сообщении Армии обороны Израиля. А в Совете при президенте России серьезные угрозы назвали эльфов. В Кургане один из членов Совета Андрей Худалеев на форуме, который называется «Многонациональная молодежь за Уралья» заявил, что интерес россиян к изучению эльфийского языка представляет собой серьезную угрозу. Как пишет российско-прокремлевское информагентство URA.ru, Худалеев сказал, что в Яндекс-переводчике есть эльфийский, но нет многих реальных языков, и что при последней переписи населения в России официально была зафиксирована эльфийская народность. К ней себя причислили больше 12 тысяч человек. По Конституции России национальность определяется так. Кто как себя назвал, тот такой и есть. Я бы эту тему не поднял, но в каждом городе нахожу учителей, которые мне говорят, что у них есть дети, изучающие эльфийский язык. Я с тех пор в игрушки не играю. Считаю это серьезной угрозой. Эльфийский — это искусственный язык, созданный британским писателем Джоном Толкином, автором фэнтези «Хоббит» и «Властелин колец». В эльфийском Толкино есть два основных диалекта — «Квенья» и «Синдорин». Они стали особенно популярны в 2004 году после выхода на экраны последней части «Властелина колец». Леш, я себя к эльфам не причисляю, но несколько слов на эльфийском сегодня решила выучить. Да простят меня толкинисты за мое произношение. «Саву лас алла лаис» — это такая прощальная фраза пожелания радости. Аня, на эльфийском со мной раньше в эфире не прощались, и прости, я не подготовился, не могу тебе ответить. Но вот про книги, если про книги, мы дальше еще в эфире поговорим. Аня, спасибо, это была Анна Боровко. Российское издательство АСТ перестанет выпускать и продавать книги Бориса Акунина и Дмитрия Быкова, российских писателей. Оба писателя ранее покинули Россию и не раз публично выступали против российского вторжения в Украину. В издательстве объяснили свое решение публичными заявлениями авторов, которые вызвали широкий общественный резонанс, однако не уточнили, о каких именно их словах идет речь. Издательство АСТ входит в крупнейшую в России издательскую группу «Эксмо». АСТ в которую входит в том числе сеть книжных магазинов «Читай город буквоет». И там уже заявили, что приостанавливают продажи книг Акунина и Быкова. Непосредственное изъятие тиражей с полок займет определенное время. Решение обусловлено недавними высказываниями писателей, которые получили широкую огласку в СМИ. С нашей стороны направлен запрос в издательство и независимым юристам на правовую оценку ситуации. Дмитрий Быков назвал такие меры бесполезными. Цитата. Он сказал «давно пора понять, что запретить книгу невозможно». Конец цитаты. А Борис Акунин обратился к своим читателям в России. «Когда началась война, меня многие уговаривали перестать выпускать книги в стране-агрессоре. Моя позиция была такая. Со своими читателями по собственной воле я не расстанусь. Я разделяю плохое государство Российскую Федерацию и хорошую страну Россию. При этом в общественном поле я буду говорить и писать то, что считаю правильным. Дорогие российские читатели, если мы прощаемся, то на время. До тех пор, пока вы остаетесь под властью диктатуры». Ранее прокремлевские пранкеры Вован и Лексус опубликовали разговоры с Дмитрием Быковым и Борисом Акуниным. Они общались с писателями от лица представителей украинской власти. В этих разговорах писатели с пониманием, например, отнеслись к ударам ВСУ по российской территории. А Акунин заявил, что организовал сбор средств на помощь Украине. Когда и при каких обстоятельствах состоялись те разговоры, точно неизвестно. Но, кроме того, неясно, о чем еще говорили писатели и прокремлевские пранкеры. Потому что были опубликованы лишь фрагменты разговоров. Сейчас эту тему обсудим. В нашем эфире Георгий Урушадзе, основатель издательства Freedom Letters. Георгий, приветствую. Добрый вечер. Вот тема, почему, на ваш взгляд, принято решение по Акунину и Быкову в России? Ну, я думаю, как раз в связи с их заявлениями, прозвучавшими во время этих пранкеровских звонков. Но, кстати говоря, Дмитрий Львович сказал, что какой-то гонорар его пойдет куда-то в Украину. Не знаю, мы собираемся платить гонорар напрямую Дмитрию Львовичу. Просто еще время не пришло. В конце декабря, видимо, будет какая-то выплата. Но не в Украину. Речь про издательство Freedom Letters, которое сейчас тоже печатает Быкова, потому что в России его не печатают. Да, собственно, самая громкая книга, которая вышла в этом году на украинскую тему, как раз пера Быкова вышла. У нас называется VZ, известная аббревиатура, которую раньше использовали кремлевские пропагандисты, но теперь они массово оказываются от этих двух букв, сообразив, что полтора года они со своих диванов воевали с инициалами Владимира Зеленского. Ну, книга не биографическая про Зеленского, но, тем не менее, она, конечно, посвящена всей этой проблематике. Не биографическая про Зеленского. Есть ли шанс у этой книги Быкова, в том числе в той реальности, в которой, в реальности последних новостей, есть ли шанс у этой книги оказаться каким-то образом в России? Да, конечно, в России. Ее читают, ее покупают. Понимаете, бесполезно запрещать книги, во-первых, потому что это книгам привлекает внимание, во-вторых, век электронной почты, разных коммуникаций, бесконечного перемещения людей туда-сюда. Эту книгу можно купить, например, в Грузии, в Израиле, в Англии, Франции, в Америке, где угодно. И оттуда люди привозят эти книги. А в электронном виде, собственно, многие сейчас читают с Киндлов, с других устройств. Можно скачать и читать? Да, безусловно, это все продается, в том числе продается за рубли. И этот способ никакая власть не сможет перекрыть, как бы они ни старались. Просто здесь... Понимаете, власть действует, ну, какими-то такими, знаете, методами или представлениями о мире 70-х, 80-х годов, когда не было электронной почты. Почему я об этом спрашиваю? Потому что, так или иначе, Акунин и Быков в России издавались издательством АСТ, ну, наверное, 100-тысячными тиражами. Я правильно понимаю, что книжный рынок в самой России, он монополизированный? Вот у Акунина и Быкова теперь вообще нет шансов в России издаться. Не монополизирует процентов 30, принадлежат другим издательствам, не группа МЭКСМО и Просвещения. Но, тем не менее, ну, мало кто решится теперь издавать такие книги, потому что могут быть наезды и так далее. То есть внутри России люди, конечно, ну, организации, скорее, уязвимы. А это вот первый такой случай, когда именно изымают, снимают с печати после начала полномасштабного вторжения? После начала вторжения библиотеки шалили, да, отправляли в спецхраны или списывали много разных книг. Но это как бы инициатива такая была более-менее региональная. Вот такое громкое заявление, это, конечно, глупость, это трусость, но вот оно действительно первое. Акунин к вашему издательству. Я просто объясню нашим зрителям, что Freedom Letters — это, по сути, эмигрантское издательство, верно? Ну, я не люблю термин «издаться», «миздаться» и так далее, потому что, опять же, наши книги можно получить, любые книги. И книги Яшина, и книги со словами политических заключенных. Мы довольно много в этом году. Ну, собственно, нам вчера было 9 месяцев, мы за эти 9 месяцев издали очень много книг в бумажном и в электронном виде. Не знаю, около 60, наверное. И, разумеется, люди могут покупать и привозить в Россию и так далее любые книги. И мы рады предложить руку помощи всем писателям, которых запрещают. Поэтому мы и дальше будем продолжать, конечно, издавать этих людей. Кстати говоря, великий роман «Быкова ЖД» у нас будет издан в январе. Ну, это тоже то, что печатали раньше в России. Этот роман выходил раньше в России на бумаге, продавался. Да, это новая версия этого романа. Роман написан достаточно давно, но предсказал все, что с нами происходит. Поэтому я решил его переиздать. Вот тут тоже, наверное, важно объяснить контекст нашим зрителям. Книгоиздание в России на протяжении последних лет, ну, точно до 2022 года, оставалось одной из, скажем так, почти нецензурируемых отраслей массовой информации в России. Потому что, ну, книжки печатали не таким большими тиражами, как, например, телевизор или интернет. Аудитории нельзя было сравнить. Сейчас это закончилось? Сейчас в России это можно сравнивать с той системой книгоиздания, которая в Советском Союзе существовала? Ну, вы знаете, с Советским Союзом сравнений вообще никаких, потому что действительно последние 30 лет книга была таким очень свободным средством массовой информации. Может быть, в связи с тем, что как раз это при огромных тиражах, совокупных тиражах, в России издавалось порядка 100 тысяч наименований только книг. То есть 100 тысяч разных книг издавалось каждый год. Это все-таки была ниша, знаете, такая интельская, интеллигентская немножко. Не все люди читали книжки. Это не было предметом какого-то массового помешательства и так далее, в отличие, например, от сериалов, игр и телевизионных новостей. Но сейчас, конечно, все будут оглядываться на ситуацию. Не напишут ли донос, не придут ли в издательство с обысками, с запретами какими-то, что еще дальше будет. И писатели, наверное, тоже будут подвергаться какой-нибудь самоцензории. Если хочешь сдаваться в России, вот изволь там соблюдать какие-то правила и не говорить слишком опасных вещей публично, во всяком случае. Но тут уж между струйками то пройдет, что не пройдет внутри России непонятно. Но в любом случае есть... Я и мои коллеги, мы издадим эти книги, и они в любом случае появятся в свободном обороте. То есть люди, захотевшие прочитать, их прочитают. Более того, любые запреты будут поднимать популярность этих книг. Как я шутил, когда меня спрашивали, как приучить ребенка к чтению, я сказал, что... я говорил, что надо запрещать книги. Тогда запретный плод, который сладок, который привлекателен, и тогда ребенок, конечно, будет читать эти книги. Увидим, как это будет развиваться. Георгий, спасибо огромное. Георгий Урушадзе, основатель издательства Freedom Letters, мы говорили о запрете в России Акунина и Быкова. Ну а в Украине после кибератаки неделю назад до сих пор не может полностью восстановить свою работу крупнейший оператор мобильной связи, компания Kyivstar. В регионах Украины пользователи до сих пор жалуются на перебои в работе голосовой связи и мобильного интернета, и также абоненты Kyivstar, а это 24 миллиона человек, до сих пор не могут обмениваться СМС, местами не работает проводной интернет. В британской разведке заявили, что кибератака на Kyivstar была одной из самых разрушительных операций с момента полномасштабного вторжения России и Украину. Гендиректор Kyivstar Александр Комаров заявил, что киберзащита сети была поражена через взломанную запись, учетную запись одного из сотрудников компании. Из-за кибератаки и отсутствия связи в некоторых регионах не работали сериально-воздушные тревоги, из-за перебоев со связью не работали банкоматы. Ответственность за атаку взяла на себя группа хакеров Санцепек, которая по данным СБУ является подразделением Главного управления Генштаба вооруженных сил России. Сейчас связь Kyivstar частично восстановлена. В нашем эфире сейчас бывший президент Киевстара Петр Чернышев. Петр, здравствуйте. Здравствуйте. У меня на самом деле к вам, если обобщать два вопроса по существу. Первый, это насколько масштабной была вот эта кибератака на минувшей неделе и как она была осуществлена. Ну, смотрите, все, что я сейчас могу говорить, это будут какие-то гипотезы и предположения. Потому что, ну, я мог бы сказать, что вот я все знаю и вот это было так и так, но это, ну, несерьезно и глупо так говорить. Поэтому на сегодня предположение такое, что каким-то образом один из сотрудников Kyivstar, давайте в кавычках скажем, поделился своим credentials, ну, то есть учетными данными своего аккаунта с врагами Украины, которые выступали через какую-то там хакерскую контору. Как он поделился? Купили они это за деньги? Или они у него украли? Или он был фанатом Путина? Ну, мы это не знаем. Это мы скоро, ну, наверное, кто-то скоро определит. Когда люди думают, что вот в Kyivstar работают там более 4 тысяч сотрудников и каждый сотрудник может поделиться и через каждого учетного запись можно взломать с Kyivstar, это не так, конечно. Ну, если бы это было так, было бы очень глупо. Очень мало сотрудников в Kyivstar, я думаю, максимум 10, имеют возможности зайти через свой аккаунт и что-то сделать реально серьезное в ядре Kyivstar, в который проникли эти хакеры. То есть круг очень маленький. Это не тысячи людей, это вот десяток людей. Я уверен, что, наверное, ну, нельзя сказать уверен. Я думаю, что Kyivstar уже знает, кто это был, ну, потому что эти же записи остаются и, наверное, поведение какого-то сотрудника вызывает вопросы. Вот. Ну, наверное, нам скоро расскажут. Вот так. Ну, это все-таки, это все осуществлено было из-за рубежа, и для этого надо было просто каким-то образом попасть в систему. Я просто вот технически как это устроил? Да. Ну, смотрите, всегда говорят, что, несмотря на всякие бравады хакеров, самый простой способ что-то взломать – это найти друга или союзника внутри системы. Вот я думаю, он был найден, и скорее, ну, понятно, что он был в Украине. Где находились главные, основные хакеры? Ну, наверное, где-то за рубежом, причем не обязательно в России, они прекрасно живут и в других теплых странах мира, им там хорошо. Как эту систему восстанавливать сейчас, собственно, чем объяснить то, что Киевстар продолжает это восстанавливать, еще не все услуги снова работают? Смотрите, вот я сейчас нахожусь в Киеве, я вчера много ездил по Киеву, во всех точках говорил, слушал подкасты разные со Spotify, а все очень хорошо работает, то, что касается мобильного интернета и голосовой связи. Да, я слышал, что не все еще СМС не везде восстановлены, но СМС, ну, это такое, мало кто использует. Когда разрушается такая огромная система виртуальной сети, создаваемая годами, конечно, нельзя ее восстановить за 3-5 дней, поэтому надо понимать, что где-то еще какие-то будут проблемы. Ну, еще раз, я считаю, что Киевстар огромные молодцы, что смогли это сделать так быстро. То есть, сейчас просто вот все эти программные коды надо заново писать, или это, не знаю, из... Они перезапустили сеть, ну, знаете, вот как вы, допустим, на своем компьютере перезапускаете Windows, и оно там загружается. Потом вы начинаете на Windows загружать разные программы, там какой-нибудь Microsoft Office, почту и так далее. Это все происходит не за долю секунды. Они там устанавливают какие-то связи с интернетом, между собой и так далее. Вот сейчас примерно то же самое происходит в сети Киевстар. Он загружает разные программы, которые обеспечивают СМС, домашний интернет, биллинг и много-многое другое. Это не за доли секунды происходит. Можно ли обезопаситься от еще одной такой вот хакерской атаки на Киевстарах? Было, кажется, 500 с начала полномасштабной войны. Ну, смотрите. Никакой страховой полис, никакой суперменеджмент компании не даст гарантии от всех хакеров мира, которые есть. Я считаю, что самое главное, не надо сейчас делать каких-то резких движений. Вот Украина уже полгода, по-моему, обсуждает на всех уровнях власти идею национализации Киевстара. Вот я считаю, вот если это будет сделано, и компания попадет под управление государством, риск следующей кибератаки резко возрастет, потому что государство не может управлять такими сложными компаниями, как Киевстар. Столь же эффективно? Да, столь же эффективно. Я считаю, что, да, была одна кибератака, но, слушайте, война уже идет почти два года, и мы же понимаем, что наши враги хотели сделать эту кибератаку с первого дня. И то, что Киевстар и другие операторы, их еще два, устояли, но это показывает, что частные компании знают, как защищать свою прибыль, знают, как бороться, и не надо им в этом мешать, не надо лезть туда государственными руками и пытаться что-то национализировать. Петр, вот у меня тут как раз в этой связи был вопрос по поводу структуры собственности. Киевстар на 100% принадлежит компании VION, насколько я понимаю, это некий голландский собственник, 48% факций, которые принадлежат компании Letter One, основатели которой Михаил Фридман, Герман Хан и Алексей Кузьмичев. Вот сейчас Киевстар по-прежнему приносит деньги обозначенным гражданам России, или это уже не так? — Смотрите, значит, вы сказали совершенно правду, правильно, только вы забыли сказать, что вот эта компания VION, это не какая-то там маленькая непонятная частная компания, это компания акций, которая торгуется… — Публичная на бирже, да. — На бирже NASDAQ, это очень большая, вторая по размеру биржа в Америке, и также торгуется на амстердамской бирже Euronext, это большая биржа в Европе, вот. И собственниками этой компании является не только Letter One, там 47 с чем-то процентов, а является на 40% американские и европейские обычные акционеры, фонды, семейные офисы, просто богатые люди, вот. И, значит, что касается, приносит ли это выгоду господину Фридману и его компаньонам? Значит, во-первых, с начала войны из Украины запрещен вывод дивидендов, то есть даже если бы каким-то хитрым способом Фридман получал бы дивиденды с Виона, Виона никаким образом не может их получить от Киевстара. И поэтому, кстати, у Киевстара сейчас на счетах в Украине огромнейшие совершенно остатки денег. Вот. Это первое. Во-вторых, по-моему, с третьего дня войны компания Вион, из-за того, что на Фридмана и его компаньонов наложили санкции, прекратила всякие отношения с Фридманом. То есть его группа Letter One не может голосовать в Вионе своими акциями, не может их продать, не может купить новые акции, ну ничего не может сделать. И также, предположим, если Вион платит дивиденды, а Вион может платить дивиденды, они только не с Украины приходят, а с других бизнесов, там тоже много больших бизнесов в Вионе, то он их не платит вот этому Letter One. Они никак не могут их получить, потому что это под санкциями. Вы, наверное, знаете, что когда компания под санкциями, она денег не может получать. Да, это правда. Петр, спасибо огромное за ваше пояснение и технические и финансовые. Бывший президент Киевстара Петр Чернышов в вере настоящего времени. Спасибо. Еще одна тема. Сегодня Международный день мигранта. В мире мигрантами можно назвать более 280 миллионов человек. Кто-то уезжает из родных стран в поисках лучшей жизни, кто-то бежит, чтобы спастись, ну вот так почти 8 миллионов граждан Украины. Украинцы стали беженцами после начала полномасштабного российского вторжения. До миллиона человек уехали из России после объявления мобилизации. Радио «Свобода» сегодня запускает масштабный проект о проблемах мигрантов. На различных платформах, на разных языках сегодня выходят материалы о беженцах из Афганистана, из Украины, о гуманитарных катастрофах после войн в Карабахе и на Балканах, о жизни мигрантов из Азии в России и о том, как тысячи человек пытаются нелегально попасть в США. Отдельный раздел есть и на сайте Настоящего Времени, тематические репортажи на нашем YouTube-канале. И следующая история как раз на эту тему. Константин Пугачев, родом из Узбекистана, прожил в Москве. 21 год. Давно его депортировали в Узбекистан и запретили въезд в Россию на 5 лет. Эту историю подробнее расскажет Акрам Абдухакор. Просто взяли бы мои документы, посмотрели. Привет, ты приехал. Константин Пугачев был депортирован из России в Узбекистан в марте этого года. Он родом из Ферганы. Свои 19 лет он уехал на заработки и больше двух десятилетий прожил в России. Все это время он находился там с видом на жительство. Говорит, что из-за личных обстоятельств не смог получить российский паспорт. В начале этого года его поймала полиция с просроченным ВНЖ. Завтра, послезавтра, а потом я сделаю. Или когда будут деньги, потом я сделаю. То есть я даже как-то не думал. Я жил там вообще даже, у меня никто не подходил, не спрашивал какие-то документы или еще паспорт или еще что-то. Из Узбекистана Константин уехал в 2002 году. За время трудовой миграции мужчина женился, обзавелся семьей, начал новую жизнь. Его мать, брат и другие родственники также переехали вслед за ним в Россию. Сейчас у него практически не осталось родственников в Узбекистане. Своего жилья тоже нет. У себя на родине Константин оказался трудовым мигрантом. Я вообще хочу получить гражданство, вернуться к своей семье. У меня родители все россияне. То есть они получили гражданство, они живут в России. У меня дочка сама россиянка, жена россиянка. Полностью только я один, не россиянин. Я хочу сделать гражданство и вернуться к своей семье. После задержания Константина пытались завербовать на войну в Украину. Говорит, чтобы избежать депортации из России, предлагали подписать контракт с ЧВК «Вагнер». Однако 41-летний узбекистанец отказался. Воюродный брат, он работает в ВЧК «Вагнер». Он мне сколько раз предлагал, чтобы я быстрее получил гражданство, чтобы пойти на эту войну. Я как бы собирался туда. Мне просто мать заплакала, сказала, что не стоит. И я поэтому просто бросил это все. И думаю, ладно, пускай лучше депортируют. Как бы поеду на родину, зато буду целее, жив. Если позовут и сделают гражданство, мне придется долг родины отдавать. Ну, хотя родина-то у меня здесь. Ну, если честно, я не хотел бы. Я не хотел бы, если честно. Потому что это, как говорится, не моя война. По словам Константина, в первое время после депортации он был вынужден жить на улице. Позже при помощи старых знакомых устроился на работу. Сварщик по профессии, он уже три месяца работает на стройке. Я здесь тоже работаю, тоже не очень много получаю, как бы зарабатываю. Но чем могу, тем помогаю ему. У меня также и долги за квартплату платить, и кредиты тоже есть, тоже выплачиваю. Так что не шибко много я ему могу послать. И, конечно, хотелось, чтобы он вернулся обратно в Россию сюда, чтобы уже дальше продолжали делать документы на гражданство. Потому что родственники вот у него все здесь, а там у него вообще никого нет. Отец Константина похоронен в Фергане. Вспоминая те времена, мужчина рассказывает, что его семья оказалась в тяжелом материальном положении. А вдовевшая мать с двумя маленькими детьми едва сводила концы с концами. И вот как раз, чтобы помочь матери, Константин после окончания школы пополнил ряды трудовых мигрантов. Ну, трудное было положение в 2003-м, в 2000-м году. Очень трудно. И на работу трудно было устроиться. И вообще так вот как-то пришлось решить, взять себя в руки и решить раз и навсегда, чтобы съездить и помочь своей семье. Несмотря на два десятка лет, проведенных в России, Константин говорит, что часто вспоминал жизнь в Узбекистане. Скучал по своему детству в Фергане. Но это все в прошлом. А действовать надо уже сегодня. То есть, каким-то способом возвращаться в Россию. Это программа «Утро» на канале «Настоящее время». Сегодня понедельник, 18 декабря. И в течение следующей минуты Анна Бравко познакомит вас с главными анонсами сегодняшнего дня. Далее уж. Сегодня 13-й день. Как адвокаты не могут найти российского оппозиционера Алексея Навального? Как сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш, сегодня у Навального должно быть семь судов. Первые два уже состоялись. Его туда не вывели даже по видеосвязи. Дела приостановлены до установления местонахождения Навального. Адвокатов перестали пускать к нему в колонию Мелехова 6 декабря. В пятницу судья Владимирского областного суда сообщил, что Навальный убыл из ЭК-6 в исправительное учреждение за пределами Владимирской области. В субботу глава фонда «Руссидящая» Ольга Романова описала, что по ее информации Навальный может находиться в больнице Владимирского централа из-за проблем с сахаром. Соратники политика говорят, это самое продолжительное исчезновение Навального за все время заключения. До этого он пропадал максимум на шесть дней. А президент Сербии Александр Вучич сегодня ночью объявил о победе коалиции, возглавляемой пропрезидентской сербской прогрессивной партии на внеочередных парламентских выборах в стране. По данным социологов, после подсчета 80% бюллетеней коалиции Вучича наберет 46% голосов. Это на 2% больше, чем на прошлых парламентских выборах, которые состоялись в Сербии 20 месяцев назад. Если этот результат сохранится, блок Вучича может получить большинство мест в народной скупщине, однопалатном парламенте Сербии. На втором месте оппозиционная группа «Сербия против насилия». Официальные результаты выборов ожидаются сегодня. Новости Азии. Меня же зовут Алексей Александров. Я на этом с вами прощаюсь. Хорошего вам дня и до встречи.